Правильно. Детектор лжи показал абсолютно, скажем так, минимальную погрешность при определении правдивости ответов на вопросы. И поэтому я считаю, если чиновнику, тем более вопрос о чиновниках, просто это рядовой, где у него там, какая коррупция. А чиновник, используя свое служебное положение, может столько натворить. Ведь почему идет сейчас недоверие к власти? Не из-за того, что власть какие-то плохие дает позывы или какие-то лозунги кидает в народ. А потому что чиновники не всегда бывают честны на своем месте. И поэтому что-то сделать надо дать взятку. Ты ему дал взятку, так сказать, ты уже, а вся эта власть такая вот продажная и прочее, прочее. То есть, а просто так, чиновника, допустим, на работу, есть определенные критерии, оценочные критерии. Можешь ты работать честно, достойно, компетентно или не можешь? Без детектора. Ну, есть хороший психолог, ему детектор не нужен. Он может с вами поговорив, определить, насколько вы правду отвечали. Допустим, вот на опросный лист, чтобы сделать по вам оценку, как вот Сбербанк и Греф ввел систему определения, вообще, насколько ты нужен Сбербанку. И вот когда ты устраиваешься на работу, ты заполняешь определенный тест. И машина четко выхлёстывает человека некомпетентного, человека лживого. Ну, там определенные заложены, как бы, в психологической точке зрения разработаны вот эти позиции. А детектор сможет подтвердить любой тест, который проходит чиновник, который, возможно, даже научился обходить. Ну, знаете, как вот разведчиков учат, диверсантов учат. Иногда просто, ну, обходить вот эти вот все вот моменты и отвечать настолько правдоподобно, что как бы даже ломаются специалисты. Но машину ты не обманешь. Все равно, возможно, вот эти вот изменения показаний к давлению, значит, на определенных точках человека, они могут показать, врете вы, то есть, или отвечаете правду. Поэтому детектор, я считаю, что как норма для обязательного прохождения чиновникам, ну, от среднего звена и выше, от среднего звена и выше, я думаю, не лишено смысла.